Возьмутся за это, то проверим. 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 И второй выход напрямую на покупающих партнерах. Прямой выход на импортеры. Как мы можем здесь? Валкирии, встречи. Бизнес-миссии. Выход туда и увеличить количество бизнес-миссий. Качественные, это даже не проблема. Да, информация. К примеру, через неделю в Диссидорске проходит съезд представителя Метро со всего мира. Допустим, Республика лоббирует интересы. Отправить удостоверить производители. Бизнес-миссия лучше с предпринимателями или больше представителей власти, органов власти? Лучше, чтобы сразу были предприниматели. Потому что мы ездили в Эмираты. Кроме чиновников там никого не было. Мы прилетели и улетели. Давайте попробуем. Бизнес-миссия. Есть один представитель органов власти. Ильяс, представитель органов власти, с собой собрал 20 предпринимателей и привез. Или другой вариант? 20 предпринимателей власти и 20 предпринимателей. Лучше первый вариант. Лучше первый вариант. У меня предлагаю дополнение. Может, не просто предприниматели, а предприниматели. Может, какие-то ассоциации. Это партал. Он есть красивый, крупой. Он один из Джор-гэш-транг. Но его, как бы, тоже афиширует по других странам, чтобы он привезел там языков. Главное, чтобы его знали, но в него заходили не только в Татарстане, но и везде. Он там, не знаю, как раз на топ-100. Может быть, чего-то там, в других странах. Вот этот, как это называется? Этот сайт. Самый главный, единственный график, чтобы его тоже рекламируют в других странах. То есть, создать некий бренд. У нас есть инвестор Татарстан, чтобы его популяризировать в других странах. Какой-то наши? Но у нас есть инвестор Татарстан, чтобы его просто... У нас есть инвестор Татарстан. Да, и сразу. То есть, если компания не будет вставать... Да, сейчас инвестор Татарстан уже пропагандирует привлечением тех, кто это наоборот. Да, да, импортер нужен. То есть, мы должны быть, кстати, инвестор Татарстан. То есть, мы должны быть, кстати, инвестор Татарстан. Да, инвестор Татарстан. Ищем импортер. Вот. А получается, сейчас мы это развиваем наоборот. Я тебе уже говорил, что то есть инвестор Татарстан. Это значит, что мы можем поight or наоборот. Нам нужно поight or наоборот. Или надо, чтобы наши, наверное, так вот. Это значит, что у нас нет. Чтобы получать нашу... Девять. Вот. Стартер. Стартер. Нам нужно... Подписывайтесь. 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 Хорошо. Мы уже закончили. Так, коллеги. Входим к партюру. Есть еще идеи? Отсутствие информации о мировой поддержке. Бизнес не знает о мировой поддержке. Как довести? Как довольны получаться? В государстве нет ваших телефонов. Надо сайт один сделать и все. Но есть же сайт. Я предлагаю просто записывать, иначе... Давайте. Вчера я записываю, а потом выберу. Пусть они самократно съедут, зато и будет много. Отлично. Вы можете пылесосить сайт. А вы хотите дать им сайт? Создание единого сайт, например, поддерживать. У меня в виде шутки 624-990-900. А така, если не брать шутку, можно какую-то, не знаю, 8700, в котором был номер очень маленький. Какой-то без оплаты. Да, это же всегда у тебя же единого. Центр информации. Ну, это просто как предложение. Сделал того? В общем, я уже не знаю, как буквально я считаю, потому что мы не в шестности, но это проезок, или в различных оборудовании, но не все могут с докладом. Интернет, но у всех хотят, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то, у кого-то. Здесь телефон загореченнее. И из других, где он нам докатится, да, да. Давайте увеличение 50%. Абочего периода? Создание 8700. А, 8700. Окей. Давайте создание единого. федерального, да? Федерального? Да. Создание федерального? Да. Создание федерального. больше подскажет, что сейчас. Инстаграмы, соцсети, Twitter, Facebook. Где вы черпаете информацию, вы писаете бизнес? Где вы читаете новости, смотрите Инстаграм, в ВКонтакте, где вы? Нет, но это мой профиль, я лично просто изучаю сразу постановление, и вы терялись для себя все важное. То есть вы в новостных больше. Но у них компания крутая, они могут себе позволить служать человека, которые будут справку сделаны. Ладно, где вас найти? Где я могу до вас довести информацию о мерах поддержки? Где вы есть? Пайты, электронные почты, а где вы есть? Ну, я не знаю вашего телефона, я не знаю вашего Инстаграма, я не знаю вашей почты. Как? Но я хочу до вас довести информацию, как мне это сделать? Где вы есть? Вы смотрите телевизор, я не знаю, вы читаете газеты. Где вы есть? Бизнес онлайн. Бизнес онлайн, окей. Как добавить? Наверное, в стандартной позиции. Что вы читаете? Бизнес онлайн. То есть увеличить количество информации в региональных... Я думаю, создать, наверное, ваше предприятие бизнес онлайн. Ну, допустим, да, поддержка предприниматель. Как у вас там, где-то ключи, как свободное, не знаю, как СМИ? Ну, я тебя понял. Давайте не будем привязываться к конкретной газете, просто региональные СМИ. То есть где-то нам надо, чтобы СМИ. Ну, если вы на месте какие-то региональные СМИ, то они как-то, как-то жил, чем-то обещать. А, окей, давайте, безусловно. Хорошо. Ну, какой-то партнер. Критиковый, вы предложите своё. Критиковый, скажите своё решение. Нет, скажите своё. То есть фонда поддержки, мы не знаем. Они же не в фонд должен идти к ним, а люди должны идти в фонд. Откуда фонки, потому что там не знают, где, вообще кому писать, кому звонить. Ну, или группа может поменяться. Любой носитель. Телефон может поменять всё, что можно сказать. А ссылку в фонда затрагивает только тех, кто когда-либо в эти сети фонда попал. Я не прошу уже. Как относится? Интересно, я найду вас. А если с этой стороны, на как вы относитесь к этой рассылке? Ну, что найти, надо знать, где искать. Нет, коллеги, давайте посмотрим на эту сторону. На эту вопрос, на другой стороне. А как вы относитесь к ссылке? Если вам на почту раз-два в неделю, сколько приходите? Да, лять будешь. Вот мне приходят. Не, ты не заинтересован. Ты же наш канал. Прошу. Там фонд поддержки. В удобном формате. Сейчас я подписан, мне нравится. Подписан? А вот что подписать? Опять же попасть? Ну, значит, в Яндексе пусть будет гугли. Снимаешь поддержкой. И у тебя резины должен быть и касательно сельского хозяйства. Надо сайт министерства в инстаграме или там фонда именно. У фонда всё, у него нет такой информации, а за курс в эту владельцу. И он горфон не втиражирует. Он не единый? На сайте фонда поддержки, все меры поддержки есть. Нажимаешь, я начинающий, продолжающий там. Там очень удобно. А? На сайте фонда все меры поддержки. Там торга России нету там. Агрегатор там есть? Держивая площадка там есть. Я не уверен. Опять же, вот держивая площадка где-то там просто выступал. Их там тоже есть. Поддержка предпринимателей. Яндекс. Яндекс. Забил поддержку предпринимателей. Первый же дом предпринимателей. Сразу. Где адрес, что, куда. Вот метро 250 метров. ФПП. Вторая сфотка это ФПП. Больше. А там третий идет не экономики. Свой бизнес. А может создать свой информационный ресурс, только не допустим, не как сайт ФПП, а аналог гаранта, консультанта. То есть узконаправленный ресурс именно по господдержке. И тогда предпринимателей не будет выбора другого. То есть вот мне нужен какой-то акт. Я пользуюсь либо консультантом, либо гарантом. Если мне будет нужна мера поддержки государства, я хочу зайти на сайт, который только по господдержке. А такого нет. Да. По мерам поддержки. Тогда нет. Не такого, куда постановление выкладывают. Ну да. По постановлению не будет. А это вот большая проблема. Потом говорят, ну мне отказали меру поддержки. Не дали. А почему не дали? А оказывается человек... Нет, нет, нет. Там первичное мнение, да. Соответственно, если тебе интересно зашел, там уже профессионально вам нужно постановление, пусть оно там будет. Если вы не хотите его читать, посмотрите просто на картинке, как реализовывать эту программу и все. И к нему комментарии, допустим. Например, нужно ему постановление. Мы хотим читать постановление. В таком формате уже функции содействия новостей все сделаем. Мы сейчас говорим про единый. Про единую точку входа. Где есть и портник, и инновация, и фон поддержки. Единый ресурс, который... Возьмем даже, знаете, вот даже идея Геллера, который пылесосит все закрученные. То есть тот же сам, кстати, который пылесосит вообще всю информацию и собирает ее какой-то единый ресурс. Вот это и надо делать. И человек, который пылесосит, он сам заходит туда и бах-бах. Даже еще, чтобы в онлайне могли загружать документы, сразу же он подался. Сейчас же готово. А предложение можно сделать. В чем, как еще тут участвовать? Где он еще есть? Может, следующий вопрос пойдет? Налоговый? Всегда, все там. Налоговый? Налоговый как? А через налоговый как, да. Но мы в свое время хотели поставить на стойку. Просто стойку. Сейчас на логовый никто не ходит. Сейчас рекпалату ходит. Ну, конечно, не ходит. Поэтому на сайте налоговый я, конечно, сделаю ссылку на эту. Потому что люди автоматически туда будут ходить. Все предпринимают, или так, или иначе. Ну, то есть нам надо в любом случае создать единый ресурс, а потом наша задача с помощью медиа. Да, окей, ладно. Давайте к следующему перейдем вопрос. От литеративной барьеры как решить эту проблему? Сжечь эту. Как это? Регуляторная гильотина. Да. Перестать в СМИ и везде укомнать слово административный барьер. Это как это, я не знаю, такое пугалка, как люди понимают. Да, административный барьер. Я тоже могу это говорить. Да, к этому относится. Знаете, как? Вот мы же... Как сели на Корее. Когда мы едем на машине, нам уже не будет столько каишников стоять на каждом. Да, нас это немножко напрягает. Но мы же не звоним и не говорим везде. Ой, когда трезво ты ешь, тебя не напрягает. Тоже самое это и не нарушается. Да, не нарушается. Не нарушается. Если мы говорим конкретно про Казань, те предприниматели, которые будут бизнес в Казани, но они должны относиться нормально и понимать, что они ведут бизнес в Казани. Это столица универсиад. Это столица ворсетилса. Это столица международных стран. И если... Почему? Я не хочу писать с административным делом. А вот нет, это не зря. Вы не говорите свое. Благодаря тому, что у нас очень много международных мероприятий, там очень много приезжают гостей. Например, автомобильный, я приехал на машине, не знаю, с Москвы, ударил эту машину. А что если создать орган, который будет следить и наказывать налоговую, прокуратуру и всех остальных? Нет, это серьезное предложение. К примеру, у нас в республике, допустим, был создан АИР. АИР – это агентство, это исполнительные органы. Можно создать либо агентство, либо комитет. То есть тот же самый совет, который Венера возглавляет, но с большими полномочиями, который сможет зайти в кабинет или, не знаю, какую проверку устроить, я не знаю. Потому что их надо будет контролировать. Пока давит только нас, в обратную сторону это не работает. То есть создать некий государственный орган или не государственный орган? А на уровне министерства, то есть… То есть это государственный орган? Да, на уровне республики. Знаешь, как барьеры можно отметить? Зачем заниматься бизнесом? Может, написать об этом сейчас? Да. Вот это вообще не волну. Как это оформить? Я попробую. Я должен создать государственный орган контроля, контрольных орган. Да, именно исполнительные, именно республиканские. Три варианта – либо министерства, либо агентства, либо комитета. Я должен создать должность контроля, контрольных орган. Но у нас же есть прокуратура с другой стороны, которая… Да нет, они сами кошмарят. А, они сами кошмарят. Окей. Так, какое у нас решение? Так, по первому проблеме? Еще, как избавиться от проблем с этого варианта? А если мы переведем… Ну, то есть, смотрите, это же то, что мы называем… Брестговаривание всегда связано с положением какой-либо устройства. А если мы переведем в электронный вид, будет меньше взаимодействия с человеком, к которому я приношу документы, доношу документы. Ну, просто… Нужно не завершить нашу проблему. Электронный вид, там, мы говорим? Да нет. Ну, так получается. Межкомпьютер может быть скучно сказать…